Друзья, всем привет! Сегодня у меня обзор стики-текст. Пришла посылочка и мне нужно ее распаковать. Вот такая первая позиция. Это туника. Туника женская, с таким вот принтом, нарядная. Ткань кулирка, она немножко тянется, свободного кроя. Вот так. Края асимметричные, видите? Так интересно сделано. Рукав приспущен. Ну, считается от плеча рукав приспущен. Так, горловина обработана бейкой из основного полотна. Ну, вот такая вот бейка. Вот такая туничка. Свободная, легкая, симпатичная. Цвета в ассортименте. Сзади смотрится вот так. Друзья, следующая позиция. Это вот такой джемпер. Джемпер женский. Трикотаж. Рукавчики здесь как бы сточные, да? От плеча сточные. Здесь вот такой вот манжетик по низу. Здесь, как ее называют, тоже манжет. Видите? Ну, как? Просто манжет. Ткань футер лайкра. Вот такой вот цвет. Дымчатый какой-то, что ли. В общем, что здесь вижу. Здесь 72% хлопок. Так. 20% лайкра. И остальное полиэстер. Так. Джемпер женский супер лайк. В общем, друзья, наряды. Хоть в пир, хоть в мир. Хоть добрые люди. Вот такой джемпер. Рукавчик такой хороший по длине. В общем, в телу приятный. Гладится. Я немножечко его подгладила. Было помято. Отлично гладится. Прямо отлично. Так. Вот такой джемпер. Друзья, вот такой же джемпер. Из той же серии. Приблизительно такой. Также рукавчики на манжете. Но они такие, видите. Длинненькие манжеты. Высокие. Край спинка маленько длиннее. Перед немного короче. Так. Также футер с лайкра. Так. Рукавчики здесь приспущенные. И вот здесь вот так вот они. В общем, как реглан что ли. Вот так вот они здесь пришиты. Вот. Вот такая нарядная кофточка. Я ее называю цыганской. Но она такая приятная к телу. Очень приятная. И мне кажется нарядная. Вот. Горловина круглая. Ну, симпатичная кофточка. Можно. Можно хоть куда. Друзья, вот такая ночная сорочка. Брала для себя. Цвет розовый. Так. Это. Ну, да. Цвет розовый. Такая симпатичная ночная сорочка. Длинная. Без рукавов. Вот так вот. Я ее примеряла уже. Такая легенькая. Сто процентов хлопок. Так. Что здесь пишут? Хлопок сто процентов. Размер пятьдесят четвертый. В общем. Ну, такая, знаете, ткань добротная. Такая плотненькая. Не тоненькая. В общем, хорошая ткань здесь. Обработана, видите, здесь вот. Триточками. Вот. Такая веселенькая. Натали. Такая бирочка. В общем. Очень такая. Мне понравилась. Такая приятная. И длинненькая. И без рукавов. Вот. Рукавчики обработаны. Горловинка обработана. В общем. Такая ночная сорочка. Розовая. Здесь находят розочки нарисованы. Розовые розочки. Так. Ну и что осталось? Носки мужские. Теплые. Это я уже взяла своим сыновьям. Теплые носочки. Так. Размер сорокового по сорок шестой. Так. Что здесь пишут? В общем. Теплые носки. Сейчас я покажу вам. Уже знаете. Уже нужно к зиме утепляться. Вот такие вот. Тянутся очень хорошо. Резинка не тугая. Вот такая вот. Узенькая резиночка. Так. И вот такие они плотные. Вот. Прям плотные. Цвета здесь разные. Серые. Так. Это черные. Это темно-синие. В общем 6 пар. В упаковке 6 пар. Вот таких носков. Теплых. Так. И для себя взяла носочки тоже теплые. И знаете. По дороже взяла. Чтобы они были такие по качеству получше. Вот. Сейчас я вам покажу. Они две два разные. Так. Это что? размер от 25 по 27. Вот так же тут. Вот такая вот резиночка. Прямо смотрите. Маленькая. Так. Вот такие они. Они тянутся. И они уже плотные. Ну и по цене, конечно. Подороже. Так. Тоже цвета. В общем, это три в одном комплекте. Три пары носков. Цвета здесь серый. Потом что-то как с розового. И вот такие вот бирюзовые, что ли. Так. И вот эти вот тоже три комплекта. Совсем они отдельно. Вот такие вот. Такой рисунок у них. Тоже поплотнее. Так. Ну вот эти я в руках держу. Тоже такие плотненькие. хорошие носки. Носки видно будут. Ну хорошие. Их видно, что они по качеству хорошие. Вот. Так что с 25 по 27 размер они тянутся очень-очень хорошо. Так. Ну и все. И все товары. И весь обзорчик, друзья. Ссылочки я оставлю под видео в описании. Проходите, смотрите. Ну и все. Обзор закончен. Друзья, это я уже после съемок Кики Текс. Знаете, я кое-как его отвела, этот обзор. Два дня не снимала. Вот такое недомогание. Но сегодня маленечко получше. Как говорится, в глазах немножко прояснилось. И в голове тоже. Я не знаю. Или может быть это магнитные бури. Или может быть я устала. за лето устала от всего. Я не знаю. В общем, какой-то упадок сил. Какая-то тошнота. Какой-то недомог в организме. А эти дни, знаете, на голову, прям давит на голову. Давление с мерью. Сразу было давление. Вчера нормальное давление было. Пульс только повышенный. сегодня 112 давление. Это вообще кофе даже пила. В общем, я не знаю. Причину я не могу объяснить, почему так. Но вчера я вам ставила там кадрики. В общем, через силу я сделала это лече. Потому что я все приготовила. А сил нету дальше доделать. Ну вот через силу прямо я его сделала это лече. И с каждым днем я надеюсь, завтра будет лучше. Завтра будет лучше. Ну, сегодня действительно получше. Что я говорю, в глазах как-то прояснилось. И голова, знаете, просветрела. Нету такого давления на голову. Вот. На улице и эти дни у нас было очень пасмурно. Знаете, прохладно и пасмурно. Сегодня прохладно. 13 градусов. Но хоть солнышко светит. Уже радует, что солнышко на улице. В огород не захожу ничего не делаю. Там нужно ботвы убрать, ботву из-под тыквы убрать. В общем, жду, когда совсем мне получше станет. В бой, как говорится, не рвусь. Надо немножечко передохнуть. Ну, так по дому, знаете, вчера, сегодня хоть сварила. суп гороховый сварила и сделала этот салат со свеклой. Обычно свеклу эту достанешь, как засыпешь ее этим киском, так два раза в зиму там этот винегрет сделаешь. Здесь я взяла, захотелось салатика со свеклой, взяла ее в микроволновке, быстренько ее. Может, нельзя, вредно, но я это, чтобы побыстрее она сготовилась. Три раза по пять минут включила в пакетики. В общем, нарезала соломочкой свеклу, туда маринованного огурчика добавила, петрушку, укропчика нарвала, выдавила чесночка и можно было с массом посоличным, но я ложечку столовую добавила майонеза, как-то, знаете, повкуснее. Вот суп не хочется, а салат прям с таким удовольствием я поела вообще, не знаю, прям мне понравилось. Знаете, вот что-то в организме не хватает, не хватает что-то в организме, поэтому надо есть все. Тыкву парила, не, не хочу я никакой тыквы. съела одну скипочку, мне уже не хочется ее. Куда я ее наперла, эту скипку? Не хочу ни сока, ничего с нее вообще не хочу. Я перехотела. Ой, в общем-таки дела. Ну и все. Так, во дворе что у меня тут? Да ничего, ничего не меняется. Так что, друзья, не обессудьте. И что еще? Сын приезжает у меня 30-го, Ваня приезжает. Маскики мои. 30-го должен приехать. И на это, друзья, я буду оформляться на цену. Потому что на цене платят зарплату. Не знаю, про это будет. У меня уже там 3000 подписчиков. а я там не на монетизации, просто выставляю ее. Люди смотрят, люди комментируют, людям нравится. Вот. Иногда не захожу по два дня, они меня теряют. В общем, относилась к цену как, знаете, ну просто скидываю туда видео и все. А сейчас, наверное, друзья, я формлюсь как самозанятая на цене. Вот. И вас призывать, кто хочет переходить на цену. Но это надо, чтобы мне Ваня все это установил. Я в этом ничего не понимаю. Нужно скачать приложение «Мой налог». Там же платить на налог 6%. Вот. И если я все это оформлю, то в первую очередь конечно я буду загружать видео в Дзен. А потом уже на Ютуб. Ну на Ютуб все равно буду загружать. Но уже после Дзена. Обзор это все хорошо. Это очень хорошо. Но зарплата лучше. Если у меня была зарплата то как сказать деньги нужны везде. Вот везде нужны деньги. А без денег мне этой пенсии катастрофически не хватает. Поэтому я вот так вот подумала подумала и скорее всего сделаю монетизацию на Дзен и буду разливать Дзен. Ну и вас же никуда не оставлю. Буду сюда заплатить конечно. Обзора здесь нет. Но заработок будет на Дзен потому что сегодня заблокировано зарплаты отсюда никакой нет. Вывести ее невозможно. Сами знаете какое расположение. Вот так вот. Но все еще говорю если будет о здоровье. А то знаете сегодня так а завтра так. Все таки 60 плюс уже тяжеловато. Ну пока так. В общем Ваня приедет. Как Ваня скажет таки будет. Он у меня начальник. Ну ладно друзья. На этом буду заканчивать свое видео. Всем всего хорошего. Никто не болейте. Все берегите себя. Всем всего хорошего. Всем здоровья. Всем друзья. поставила готовить лече. На веранду заменили газ. У меня старый баллон уже закончился. общем здесь наверное килограмма 4 помидор. Я буду делать без всякого рецепта. Вот. А что его делать? Соли, сахара по вкусу. Все по вкусу. В общем сюда вот так нагревается. Я стакан масла выливаю. Грамм 150 наверное. Не знаю вообще-то. вот такой небольшой стакан. Так. Сразу высыплю бокал вот такой большой побольше сахара. и сейчас принесу соль примерно пока примерно столовую ложку высыплю. Так соль. Столовая ложка соли. В общем сейчас все размешаю пусть закипает. Друзья я снимаю за кадром потому что что-то я не домогаю. Вот. А лечи надо делать. Потому что я все это приготовила. Хотела все это оставить до завтрашнего дня. Думаю что оно будет стоять. Надо как-то его доделать. В общем здесь еще приготовила я перец. Вот он перцу. Собрала весь красный перец. Вот сколько есть красного не измеряла ничего. Я вот такими полосками буду бросать. В общем сейчас я пока закипает 20 минут пусть покипит. Не знаю 15-20 минут. А вот эти вот я разрежу напополам. Вот так чтобы были такими долечками. Я еще добавила сахара. Пол бокальчика еще набрала и сюда всыпала. Сейчас вот по вкусу хорошо. И сладенькие такой плечи. И соли нормально. В общем сейчас покипит минут 15. Жидкость выкипит лишняя. И я всыплю. Вот так я порезала перец. Вот такими этими. Так за капусту у меня спрашивают друзья. Отвечаю про капусту. Вот она вот так под крышками. Тут у меня шпажка. Я просто так подхожу и вот так вот ее протыкаю. Вот у нее там уже бульки. Она как бы зреет, но она не тетет через верх. Вот видите пузырьки пускает она она но через верх она не течет. все торопиться некуда пускай она зреет потихонечку. Куда нам торопиться? эту баночку проткнула так вот. Видите? Пузырьки пошли сразу. Тут у меня находится шпажка. Так закрываю. Прокипело. Томат прокипел минут двадцать. Я забрасываю сюда перчик и с момента закипания проварю ну минут десять. Еще я чеснок начистила. Добавлю еще в конце чесночка чтобы было вкусненько. Так сейчас все размешаю. вот баночки я уже простерилизовала и крышки тоже простерилизовала. Так все сейчас перемешаю. Вот так получается. В общем пусть закипает и с момента закипания десять минут. В конце добавлю чеснок и чуть-чуть добавлю лимонной кислоты. Вообще не хотела ничего не добавлять потому что здесь же помидоры ну знаете для как говорится для пущей верности граммчик лимонной кислоты добавлю. Прокипела десять минут сейчас сейчас заброшу чеснок вот и добавлю пол чайной ложечки лимонной кислоты. лимонной можно было не добавлять но я что-то боюсь вот столько набрала совсем немножко все сейчас пять минут и раскладываю баночкам шубу прямо здесь им делаю на диване сейчас закрою и пусть стоят до утра такое вот лечи